всем доброе утро мои хорошие начинаю новый влог сегодня хороший день хорошая погода не жарко но солнечно что касается телефона кто не знает вчера дочка подарила мне новый телефон honor 20s модель вот вот такой вот телефончик силиконовую обложку сделали на него повесили такой беленький красивенький вот я сегодня стекло наклеивала только по краям чуть-чуть у меня с краешку немножко пузырьки остались но это я ребят попрошу чтобы они эту обложечку мне это поправили денечка пришел скажи всем привет всем привет молодец вот ну сейчас мы собираемся на выход нам нужно опять в альфа страхование сада опять поправить вчера там поправки не делались мы все надеемся каждый день что это каждый день каждый день сделается ну надеемся в любом случае надо выезжать ехать и делать дела девочки я на новый телефон попробовала уже чуть-чуть поснимать пофоткаться мне очень нравится здесь как работает камера цветовая гамма четкость все это мне нравится и я хочу попробовать брать с собой сегодня не камеру а взять с собой сегодня телефон и продолжить съемку этого видео уже на камеру и мы посмотрим какая будет разница может быть будет лучше чем на камере телефоном видео ну в общем посмотрим снимаем снимаем секунды идут и их не вижу вот мигает у тебя тут секунду не видно ну вот девочки будет продолжаем съемку мы теперь на моем телефоне стабилизатор у меня сейчас заряжается мы на стабилизаторе будем потом еще снимать и и мне интересно сейчас как будет выглядеть картинка на телефоне но я смотрю по четкости вроде хорошо все вроде бы как по цветам все хорошо ну как говорится первый блин может быть комом ничего страшного если там что будет не так подкорректируем но самое главное что теперь на новом телефоне видео снимается на память здесь большая 128 гигабайт все одеваемся собираемся выходим сейчас девочки то иной раз я тыкаю не на ту кнопочку ну в общем буду сейчас приноравливаться телефон то другой раньше был у меня samsung а теперь фонар я сейчас новой сумочкой посмотрите о какая такая вот вместительная и прям в отделении легко искать что мне нужно но она зато на молнии можно будет закрывать девочки я и так и всяк пытаюсь посмотреть рассмотреть как камера берет освещение на улице на солнце не на солнце в тени в машине поздоровайся с моими подписчиками ой всем привет смотрите какая-то даже ничего только хорошенько да да хорошая хорошая кто выбирал кто выбирал денечка привет девочки вот сумка если не разглядели тоже плохо видно а может быть где-нибудь будем в торговом нет она такая вот мне кажется что она вместительная а у меня столько всего столько всего и мне надо чтобы так открыла и все сразу увидела и то что нужно сразу достала и шапки рыться то есть время что-то долго ровность вот ну попробую с дорогу немножечко поснимать чуть-чуть на на эту камеру тут надо еще просто запомнить где какую кнопку тыкать потому что я не всегда хорошо вижу без очков а еще когда солнце светит то бывает не очень-то видно кнопка я могу наоборот нажать не то что нужно вот мы все выезжаем девочки вчера сидела допоздна с телефоном разбиралась сегодня утром встала и тоже новая параллельно видео монтировала и в общем телефон там контакты там загрузила какие-то нужные мне приложения в общем ну я вам хочу сказать знаете после самсунга я перешла просто на хонор самсунг то я уже как бы изучила этом этот телефон во первых он конечно покруче и памяти побольше и здесь и разрешение лучше вот камер ну просто там немножечко там кнопочки там были принципе особенного ничего нет я быстро вникла и в общем все поняла и разобралась нормально вот сейчас вот мне нужно будет еще разобраться с камерой где где какую кнопку выучить запомнить просто уже где находится потому что не всегда вижу хорошо без очков особенно при ярком свете вот и думаю все будет хорошо и вот в инстаграме если кто находится у меня в инстаграме да у меня там мало фоток я выкладываю потому что у меня телефон тот который был но мне качество съемок особенно вот фото мне не нравилось особо при том чтобы фотка была красиво и мне нужно было ее кинуть на компьютер там уже обработать в программе потом уже обратно кинуть на телефон в общем короче целое дело вот а здесь если мне вот уже нравится уже нравится да как снимает камера и фото и видео то я вот просто еще узнаю там сестра моя знает программу в которой фото хорошо обрабатывается какие-то интересные там масочки есть прибамбасики ну я думаю что в инстаграме надеюсь чаще буду выкладывать теперь какие-то может быть и маленькие видео фотки вот такие дела мои хорошие ну и стабилизатор я же говорю дочке давай уже стабилизатор уже раз новый телефон там нужно как-то их я не знаю я помню что синхронизировали что-то там делала вот я говорю давай же стабилизатор подсоединим попробую на стабилизаторе снимать но она его достала а он разряжен мы его поставили на зарядку и в общем поэтому оставили его дома и я снимаю на сэлфи палочку пока что ну я надеюсь что еще на стабилизаторе тоже надо будет попробовать как это будет у меня проходить съемочка девочки скажите вам вот такая съемка вам больше нравится как дорогу я снимаю ну и по крайней мере мне удобно то что я подальше от себя телефон держу на палке на сэлфи палке да это без стабилизатора и мне кажется лучше картинка до чем было на камере на телефоне снимала на том на старом нет мне даже прям как-то нравится я вижу давай по червячки выезжаем из александровки слева у нас большой мост идет на улицу сарьяна а справа у нас небольшой мост александровский идет на улицу черевичкина и черевичкина у нас будет упираться в нахичеванский рынок дорога немножко неровная крутые повороты крутые повороты горы горы а за ними ними просто тут балка как бы балка да под мостом там балка это мы в нее спустились и теперь поднимаемся ну вот девочки мы едем по нахичеване это у нас площадь толстого вот как раз на этой площади находится театр юного зрителя так стабилизацию проверяем проверяем стабилизацию переехали эти пути трамвайные вот там карл маркс областной дом народного творчества раньше это был дворец культуры завода красная так сказать вот ну а тут нахичеванский рынок я вам уже говорила только мы его конечно не увидим тут за забором ну в общем то на площади карломарса у нас нахичеванский рынок вот такая архитектура у нас вот мы как раз едем прямо по театральной площади мы вчера ехали с той стороны а сейчас с этой стороны вот он наш театр горького вот он такой вот а дальше у нас колесо обозрения очень огромное я кстати на нем еще пока ни разу не прокатилась но она всего-то несколько лет у нас стоит да его когда поставили там фонтан у нас вот видно такой классненький надо прокатить его надо прокатить как-нибудь а вдруг мне будет страшно и что нет там не страшно там в будочках там не открыто в будках ладно если открыто то у меня уже все я уже очкою я не могу это уже для меня страх в детстве ничего не боялась сейчас такая трусняха я стала сама такая понимаю вот вот сейчас мы едем по Садовой в сторону центра моя любимая улица да главная улица мне кажется она да ну это главная улица да но она узкая потому что видите как бы город старый тут все встроенный на такое движение не рассчитано ширина улиц видишь здесь как по две полосы всего это вот ворошиловский он уже широкий буденовский широкий красноармейская широкая а это самая старая улица самая старая когда здесь еще на лошадях ездили раньше еще машины на лошадях ну не было автомобилей когда-то же в каком веке в восемнадцатом не было автомобилей я не помню по-моему в девятнадцатом меня тоже не было вот ну да на лошадях вот ездили тут да это была центральная улица а театральная площадь была граница между Нахичеванью и городом Ростовом-на-Дону это были два разных города город Нахичевань был да и трамвай шел с города допустим с Ростова в Нахичевань и стоимость проезда стоила по-разному по городу Ростову и за город в город Нахичевань представляешь хотя их разделяла всего на всего театральная площадь мы сейчас считай по старому из одного города в другую переехали ага ну а по сути в общем это вот как у нас сейчас Ростов и Оксай буквально вот выехал с Ростова и заехал в Оксай но так же было и раньше и с Ростовом и Нахичевань а теперь Нахичевань это уже просто внутри Ростова как такой район да вот тут у нас вот такое красивое здание сейчас смотрите тут церковь да ну в моей молодости вот этой церковки не было а я ж подождите молодость-то у меня была извините в Советском Союзе тогда не строили церкви старые существовали которые были центральная церковь у нас на Хичевань на центральном рынке и Нахичеванская церковь я помню с бабушкой туда ходили там где Нахичеванское кладбище вот а тут это вот новое в центре города построено а вот это кстати здание вот угловое очень-очень старое очень-очень древнее вот такая вот архитектура была ну кстати да тут еще видишь часики какие-то старые часики какие-то вот само здание прям сразу кино какое-то из прошлого ну да ну вот этот сквер просто его как-то уже осовременили тут просто был такой парк небольшой раньше давно ну сейчас просто скверик крутое здание классное ну да вот видишь какое это вот это здание оно очень-очень старое очень древность а башенку покажи вот эту наверху я показала сдалека да красиво здесь у нас этот же Нью-Йорк находится такое заведение модное Девочки пока я вам сейчас расскажу что у нас тут оказывается какие события происходят ну я поснимаю дорогу заодно и послушайте почему так долго я не могу внести изменения в свое ОСАГО оказывается там не только причина в этом РСА которая там меняет платформу потому что они вчера уже изменения вносили в документы других людей и сегодня вносили и они недоумевают пожимают плечами что ж такое у вас не получается выдают какую-то ошибку но не такую ошибку как у всех а какую-то другую ошибку хотя уже уже поняли обнаружили что ошибка в ВИН-коде который в документ вписан там восьмерка буквовые они похожи друг на друга их просто перепутали сделали такую ошибку но это считается грубой ошибкой потому что это ошибка не в фамилии не в имени а именно так сказать в имени в названии как машина как считается паспорт машины вот из-за этого РСА не меняет не вносит изменения в документы где мы хотели вписать дочку в ОСАГО и вот уже сегодня мы приехали уже это сегодня уже пятница ну считая пятый день мы мучаемся с этим ОСАГО который мы не можем поменять в итоге суббота воскресенье у них выходной ну типа того что мы опять не можем сделать приходите в понедельник и я уже возмутилась и говорю давайте девочки вообще этот документ аннулируем вообще расторгнем договор и сделаем заново ОСАГО она говорит что для того чтобы аннулировать должна быть резкая причина это договор купли-продажи я говорю у меня резкая причина в том что есть какая-то ошибка которую изменить вы не можете правильно значит нужно исправить эту ошибку если вы не можете ее исправить то есть совсем не можете исправить значит тогда нужно документ этот аннулировать и делать новый я говорю давайте попробуйте сначала исправить ошибку сделать документ правильным без ошибки а потом уже пытаться там внести изменения то есть внести дочку туда она ну давайте попробуем и вот она исправляет эту ошибку говорит да все получилось И, в общем, она мне выписывает заново, под тем же номером, бланк новый, выписывает новую бумажку И, в общем, выдала она мне эту бумажку, но она говорит, там должна дата поменяться То есть сегодня они изменения внести не могут, это можно только на следующий день делать Но у них так как выходной, то есть нам понедельник, по сути, нужно ехать опять Для того, чтобы теперь уже внести дочку в этот документ Вот если кто-нибудь столкнется с такой проблемой, просто имейте в виду, что платформа РСА, ну то есть вообще компьютер, да? Он же не дурак, он прекрасно понимает, что если в документе имеется ошибка, то есть паспорта этого, можно сказать, машины, ВИН-кода То никакие изменения в этом документе изменить вы не сможете Пока не будет устранена ошибка, сначала по логике вещей, правильно? Мне просто возмущает то, что люди, работающие в офисе, работающие, скажем, постоянно с этим, да? И почему им такая идея не пришла в голову, а мне она пришла в голову, да? Я эту идею просто подсказала Измените, сначала ошибку исправьте, а потом будем уже вносить изменения Просто если бы это раньше догадались сделать, то нам не пришлось бы каждый день туда мотаться, правильно? Три дня подряд Ну три дня подряд, нам по сути четвертый день нужно туда ехать, понимаешь, уже теперь за окончательным этим документом Если бы она в первый день это исправила ошибку одну, а на следующий день мы пришли бы уже получили документ тот, который нам нужен на руки Так бы это могло бы еще до бесконечности длиться, если бы вот это я не подсказала В общем, я не знаю, откуда я такая умная, честно говоря Вот, ну для меня вот так по логике вещей, как бы, мне такая мысль пришла в голову, почему она не пришла им в голову И знать же, что мы всей семьей туда ездим каждый день с ребенком, вот это вот В очереди высиживаем, в общем, странно, для меня это все странно как-то Люди, работающие на этой работе, они должны эту работу знать настолько досконально Что тем более, что она там совещалась, советовалась по телефону, я так понимала, со своим руководством А почему руководству еще в голову такая идея не пришла, тоже мне непонятно Ну вот, все, я вам высказала, пораспустила, мне стало легче Ну вот просто, девочки, имейте в виду, что если такая проблема с кем-то будет Значит, будете знать, что теперь нужно делать В общем, девочки, решили мы, пришли к такому логическому решению все вместе, да, с дочей Что мы с Деней поедем домой, мы с Деней напросились домой Поедем домой, потому что на улице опять жара, какая-то духота, вот это солнце вышло И, честно говоря, мы уже вчера погуляли, нагулялись по торговому центру Что старый, что малый, одно и то же Да, нам вот эти по торговым центрам особо ей как-то не хочется ходить В общем, поедем сейчас домой А мне надо А дочь отпустим, пусть она такси поедет, пошопится, походит там по магазинам, где хочет Полазит Полазит, пусть она от нас отдохнет, мы от нее отдохнем А мы там сейчас сами по-своему, по-домашнему будем балдеть Под сплетом, дома там диван, у нас телевизор, все удобства Нам эти магазины не нужны И мы вчера пошопились, покупки приобрели, что нам нужно было, да? А мне прям терапия нужна А тебе терапия? Кстати, у тебя как будто эффект какой-то присутствует, летний, да? Ну да, но мне сейчас сложно как бы определить Это я уже на компьютере, когда вот видео туда скину, я уже буду монтировать И тогда я... И обложки вырежешь Тогда я уже увижу разницу Вот, ну а честно говоря, у меня сегодня, в общем-то, немножко усталый вид Потому что, девочки, я вчера монтировала видео допоздна Сегодня кошка с утра пораньше что-то начала горцевать, я не знаю, там То мяукает, то прыгает, то скачет, в общем, короче говоря Да еда у нее закончилась? Да еду я положила, ей что-то хотелось, не знаю, чего Ну кто положил? Я положила, сказала Я потом еще ложила, доложила и воды еще Что она проголодала? Все удобства, чтобы только она не орала и не вот это, не ходила, не прыгала И любви не хватало Ну, ей любви не хватало, да И, короче говоря, не знаю, чего Сейчас в Мале ей нужно было любви В общем, раненько-раненько она меня сегодня разбудила Ну, я-то там сидела, там, пока телефоном занималась Там новый телефон, было чем заняться, короче говоря Видео вам там просмотрела, опубликовала, масочку, кстати говоря Я посмотрела комментарии, я смотрю, многим понравилось Смешное видео, ну, действительно смешное видео Вот, ну и, короче говоря, и все И вот это вот проснулись, собрались Я-то не доспала Я чувствую себя недоспавшим Поэтому мне, честно говоря, нет охоты гулять по магазинам Я хочу спать Гулять на диване дома, под сплетом Не, спать мне никто сейчас не даст Но, по крайней мере, я могу полежать Я могу просто полежать, телек посмотреть Там сейчас покушать дома спокойно Может, что приготовить, не знаю Ну, может, не буду готовить, посмотрим Вот, и все Ну, дома все равно легче, чем в 2 сентября Мне, честно говоря, не знаю Я так вот, раньше, может быть, и любила там ходить гулять по магазинам А сейчас я целенаправленно в магазин, если отправляюсь То я уже конкретно знаю, что мне надо купить Все, нашла, выбрала, купила и долой И бегом текать с магазина скорее Я по шмоткам вообще люблю просто пошарахаться Ну, я не особо такой любитель Вот, ну все, дома уже продолжим видео Всем доброе утро, мои хорошие Я снимаю сейчас вид из окна на новый телефон Мне интересно увидеть разницу, как это будет выглядеть Кстати, девочки, я вам говорила, пузырьки под стеклом Я вчера пока по городу поездила А пузырьки, они куда-то, в общем-то, и подевались Я там еще вечером чуть-чуть придавила на стекло И они повыходили все Там две точечки где-то осталось, едва заметные По краям все прилипло нормально Так что, все хорошо Я не пойму, фокус есть или нет Доброе утро, мои хорошие Продолжаю снимать на новый телефон Сегодня я уже смонтировала, выпустила вам видео Там, где мы по торговому центру гуляли По городу гуляли Ну, не гуляли, в общем, ездили по городу Я снимала улицы Подарки, покупки Телефон новый купили, в общем, все это Ну, я продолжаю сейчас снимать на новый телефон Я вот сейчас не накрашенная совсем Мне интересно Вот я смотрю, вроде яркие цвета вижу, да На телефоне Вот, голову помыла Не знаю, уложила, хорошо, нехорошо Ну, пойдет, в общем-то Вот, ну, сейчас мы собираемся И собираемся на выход Продолжать все наши дела Я уже вам потом скажу Куда мы едем и что мы делаем ОСАГО продолжается Как это, эпопея ОСАГО продолжается Сегодня суббота Но там, вроде бы, работают в одном месте Я вам уже сказала, что мне уже полис исправили А сейчас нужно нам туда внести Дочку в список водителей Ну что, девочки, мы вышли из дома И едем, едем, едем Что? Ну, едем, это у нас шестой день Попытка сделать ОСАГО И еще у нас там посылочки пришли Так что надо еще посылочки получить Да, как раз одновременно пришел Василек и дочки И мне Так что скоро будет видео Обновочек Ой, я там пана заказала Ой, ё-моё Глаза закрывать можно Вот, ну так что мы сейчас Вот всей семьей Выехали и едем Ну, как всегда всем застала Слушай, а ничего так у меня картинка В общем, мне нравится Я даже сегодня глянула, они накрашенные А у меня губки прям розовенькие Как будто накрашенные Ой Да Да Картинка мне нравится Картинка симпатичная получается Вот камера это так Получше, посимпатичнее снимает Так почетче И девочкам приятно Да А стабилизатор он вчера у нас стоял Заряжался целый день А сегодня мы так по-быстренькому собрались Едва там что-то в рот положили Куснуть Мы даже толком не завтракали Не стали время тратить Потому что сегодня там суббота Короткий день И в общем там Нам быстрее и быстрее Хотелось бы сделать осаго Поэтому стабилизатор там нужно настроить В общем Поставьте паузу И напишите Вот сейчас мы идем делать Вот впишут сейчас меня или нет Вот поставьте паузу Давайте проверим ваши экстрасенсорные способности Вот я просто верю Что 90% Ну должны уже Должны Я не могу Я не зря не поела Долгом не попила Не досушила волосы И мчу Ну а я верю в лучшее В общем верю и надеюсь в лучшее Потому что Конечно Если меня туда впишут То я уже не буду привязана к машине Я туда впишут А не тебя Да Если дочку туда впишут То я не буду привязана к машине И я могу не кататься с ней каждый день Потому что Это конечно Такая жизнь активная Это экшен для меня Ну и так На чем я остановилась Меня отвлекли Что я хотела сказать А ну потому что Ездить мне Конечно с дочкой Для меня это жизнь Экшен Я вообще к ней ехала На два дня Я думала приеду Там переночую На следующий день уеду Думала Ну по-быстрому Сделаем это ОСАГО Там в понедельник Раз-раз и все И потом вот это началась Эпопея с ОСАГО И сегодня уже суббота Я уже почти неделю Нахожусь у нее Не Ну в этом есть какой-то плюс Конечно То что я Могу снимать видео Вот это Наша экшен Жизнь такая Вот Но она больше сейчас у дочки У меня экшен уже закончился В молодости Это я такая же была вся Шила в одном месте Фигара там Фигара тут Все Кучу дел Сразу одновременно Делала Вот Ну а сейчас я уже Человек Преклонного возраста Я дома люблю отдыхать Ну в общем От экшена тоже там Экшен за экшеном Знаете Тяжело уже в возрасте Ну и целыми днями Кататься По городу По магазинам И так далее В общем Все это мне тяжеловато Поэтому Я бы такая Дома бы сидеть Отдыхать Там делать дела Потихонечку Какие-то свои И не ездить По этим всем делам А у дочки Нужно кучу дел делать Потому что Все-таки да Квартиру нужно И ремонт То ремонт То то купить То это купить То мебель заказать То это купить То то купить В общем Постоянно что-то нужно Что-то нужно Вечно А я сейчас Прицепом Знаете Ребенку И то даже По-моему Легче Чем мне Все это переносить Ну ладно Не суть В общем Это как бы Не проблема Но я думаю Но я думаю Что скоро Да работает Работает тоже По субботам И надеюсь Что все получится Сейчас Ошибку исправили Я думаю Что вся эта проблема Была из-за этой ошибки Ну я уже вам сказала Да Они в целях экономии бумаги Не стали Выкатывать документ Исправлены И хотели Все получится Мне очень хотелось бы Надеяться На лучшие Мои хорошие Интересно Да Интересно Интересно Да Говори Что там Расскажи Интересно Та баба Которая меняла Нам ошибку Сделала Новую ошибку В кузове Да что ж такое Я просто сижу Мало того Что у моей девочки Знакомая У нее принтер Завис Она говорит Что там Что-то говорит Не твой день Походу Они решают Этот вопрос Я сижу И сижу И жду Думаю Ну сейчас заработает Принтер Все нормально И просто Ну и просто Вот буковки Просто смотрю И посмотри Дж Т Д В Один Дж Д Т В Т Ёптель Моптель Т Здесь они Один Ты понимаешь Что за фигня Я не понимаю Просто не дает Мне страховку делать Ну это что такое Это к ней в понедельник По-любому надо ехать Чтобы она меняла ошибку Нет слов А тебе говорила проверять? Нет Она не говорила проверять Она сказала В понедельник прийти Нет слов Нет слов Конечно Вот работают Офисные работники Тем более Она сама сказала Что в ВИН-коде Ошибка Это считается Грубой ошибкой И сама же В ВИН-коде Сделала ошибку Блин Я фиге Просто Несколько букв Цифр не могут Правильно внести Да Ну ладно Что делать Значит так Это судьба Ну это значит Да Это значит Что я не должна Садиться за руль Пока сама Ну ладно Все равно У нас завтра Еще дела Завтра у нас Там установка Зеркало Поэтому Я еще у тебя Пока остаюсь Ну только что Мы с тобой кататься Придется Это не кайф Ну а что делать Придется покататься Еще по городу Вот девочки Буду вам в каждом Видео тогда Снимать город Жаловать Хотите Не хотите Буду Снимать город Садись На почту Давай порадуем Себя Все таки Посылочками Да Давай порадуем Поехали на почту За посылочками Ты не хочешь Или ты меня угощаешь Спасибо Вночек Спасибо Пожалуйста Девочки Короче говоря Подъехали Сейчас к почте Доча побежала Пока За посылками Нашими Я конечно В шоке Честно говоря Елки Ну как Можно так работать Я не знаю Тем более Мы когда к ней Первый раз Пришли к той женщине В центральном офисе Сказали Что там Ошибка В ВИН-коде Это считается Грубой ошибкой Это она там Где-то согласовывала Чтобы ошибку Эту исправить В конце концов Три дня Ходили туда-сюда Ну и в общем В итоге Уже выкатили Новый бланк А я говорю Почему вы раньше Этого не сделали Она говорит Да я хотела Бланк сэкономить Мы три дня Таскались туда Потому что она Хотела сэкономить Бланк А сейчас Выявилась Еще одна ошибка В том же ВИН-коде То есть Теперь она Уже сделала Еще одну Другую Тупо правила Другую Сделала ошибку Я не понимаю Как так можно Это было сделать Вообще не понимаю И что теперь А теперь нам нужно В понедельник Будет ехать Исправлять Эту ошибку И потом На следующий день Только во вторник Мы сможем Вписать Дочку Короче Ну как минимум Еще два раза Нам нужно будет Посетить тот Центральный офис Я просто Фигею с этих работников У меня нет слов Ну Короче все Одни эмоции Больше говорить об этом Не хочу Я в шоке Просто В шоке Это не то слово Девочки Посмотрите На мою дочку Две посылки Ее и моя Вот это да Ай Радости Сколько Два мешка радости Ну что Мои хорошие В общем Мы тут посовещались И решили Мы сейчас Поедем в Мегу Там надо В Леруа Заскочить Там посмотреть Кое-что для дома Там дочка Еще там Кое-что хочет Посмотреть Ну собственно Мы выехали С дома Еще нигде не были Пока еще Свежи сил Да Прокатимся До Леруа Вернее до Меги И в общем Я вам Еще Еще немножечко Чуть-чуть Чего-то поснимаю Да А потом уже Поедем домой Ну я так В Леруа решила Что я не буду Сильно там По магазинам Шнырять В Леруа зайду Там То что по делу Короче говоря Я зайду У нас там занавески Только в Леруа Надо И полки Посмотреть Да Вот Я и говорю То что нужно По делу По делу Это для квартир Я имею ввиду Я поеду Посмотрю Там Посмотримся Посовещаем А если там Дочке нужно Прошвырнуться По магазинам То я где-нибудь Пойду Там посижу Я с ней не буду По этим всем Магазинам Ходить Мои ножки По берегу Вот Да Короче говоря Каждый Свой интерес Будет Блюстить Блюдить Вот такие дела А в общем настроение Хорошее Даже несмотря на то Что сага не сделали Ничего страшного Не ну как бы Не знаешь Вот Что значит Это оптимистическое Такое настроение По жизни Да Ну да Возмучнулись Чуть-чуть в шоке Чуть-чуть в шоке Да Я высказала Пару спустила И что я буду Целый день Об этом ходить Париться Думать С опущенным носом С плохим настроением Да Оно мне нафиг не нужно От того Что будет плохое настроение Например Да У меня там Или у дочки От этого что-нибудь Изменится Нет Мы ничего не сможем Изменить А зачем оно нам Нужно это плохое настроение Нужно принять реальность Нужно принять реальность Все что не делается Все к лучшему Значит если что-то сделано Может это уберегло от чего Да Если что-то вот произошло так Значит Что-то Все как вселенные Да Так было нужно Так было угодно Ну и ладно Ну и хорошо А она нас любит Значит если ей угодно Значит только что-то лучше Да Да Значит ничего Все Значит так и надо Так и должно быть Все идет своим чередом Все будет Будет все как надо Вот так что мы продолжаем болтать веселое настроение хорошее настроение мы уже забыли про сага и мы о нем не будем теперь до понедельника вспоминать вот и мы сейчас будем думать о других вещах ну ничего я так тебя никуда пока не уезжаю все нормально приковано я приковано к тебе ну и что у нас получается компании я сейчас вот видишь место вы поговорили мы решили как лучше сделать чтобы я не уставала там до плазать по всем магазинам я зайду только в тот магазин который мне надо остальное время где мы там посижу и в общем короче грязь ну как бы с по-своему ты по свой год и все и все все хорошо все все уладили да все замечательно все замечательно вот мы все мы выезжаем на шолохова и едем в миг и уху и Продолжение следует... 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 Я думаю, что, наверное, моя подстраховка ей бы пригодилась. Поэтому я приняла решение, что я остаюсь до понедельника у нее. Вот так вот. Девочки, я решила вернуться в торговый центр. Думаю, что пока мои там тусят, я тоже где-нибудь сейчас пройдусь по-своему. А может быть, сейчас с ними встречусь, и мы пойдем, может, перекусим даже. Так, девочки, иду искать. Здесь дочка мне сказала, в каком она магазине. Сейчас иду искать. Ну, сейчас я их найду, потом мы пойдем где-то, наверное, там перекусим. Или если здесь уже сидя нельзя, может быть, на вынос возьмем, может, в Макдональдсе что-нибудь в машине уже перекусим. Ну, сейчас посмотрим. Здесь вот играет музыка в торговом центре, поэтому я сейчас буду снимать уже без звука, чтобы вот эта озвучка мне не запорола мое видео. Вот и музыка прекратилась. Так, где этот магазин? Магазин... А, вот я вижу-вижу, Альда она сказала. Сейчас пойдем туда, посмотрим. Вот она, Альда. Она какую-то обувь себе присматривает, обувной магазин. Вы смотрите, какие красивучие, блестючие. Я люблю все, что блестит. Наверное, да, как ворона. Есть беленькие. Вот это клатч такой, блестящий. Классный. Ой, а вот эта сумочка тоже какая-то интересная. Вот Андене. Доча там что-то примеряет. Смотрите, какие золушки на черевичке, да? Прям такие вот прозрачные. Золушки на черевичке, говорю, да. Смотри, прикольные. Ой, было бы мне 20 лет, я бы такие себе бы приглядела бы. Какие часы большие. Какой Дэнни маленький, а часы вот какие большие, да? Ну все, мы решили перекусить. Проголодались. Пойдем. Сейчас у нас тут всякие разные Макдональдсы. Не Макдональдсы, другие. Вот. Ну, столы, видите, все свободные сидеть тут нельзя. Ну, значит, где-то на вынос будут продавать. Каток не работает. Купим, возьмем и где-нибудь поедим. Может, в машине, может, не в машине. Сейчас посмотрим. О, какая машинка! Что это за машинка такая? Смотрите, Запорожец напоминает. Какая-то старенькая машинка. Интересно. Ух ты, сколько людей много. Много-много людей. Все хотят кушать. Ну, мы остановились на вкуснолюбове, да? Блинчики. Вообще, оставили узкий проход. Люди тут теснятся. А вот тут, где стояли столы, поляна свободная. Все кресла, вот эти все лавки, все это закрыто. К сожалению большому. Ну, что делать? Ну, могли бы проход немножко расширить. Какая тут может быть дистанция? Маски, главное, заставляют одевать, а дистанции никакой нет. При том, что здесь маски и не на всех надеты. Люди маску одевают при входе, потом ее снимают. И как вы думаете, зачем эта очередь стоит? Это не на остановке, не автобус ждут люди. Это ждут люди покушать, забрать. Вот заказ там заказали в магазине, а тут выдача заказов стоит. Вот такие очереди. Они стоят в каких-то там проходах, разделили как-то людей между собой. На тебе чек. Это все стоят, ну, это вот эти все магазинчики, что, да, выдают еду. И вот эти вот все, Макдональдс, не Макдональдс, вкуснолюбов и так далее, KFC, короче, все эти, да. Они, короче, вот там заказывают, здесь вот забирают. Такое впечатление, что будто это очередь на автобусной остановке в Советском Союзе, когда троллейбус ждали на работу ехать. Вот так вот теперь, да. Вот на этой площадке. Ну, а кушают как? Где кушают? Вот здесь вот на ходу и кушают, вот. Курное сюда все кидают. Ну, вот где-нибудь, вот где-нибудь люди найдут, если лавочку там присядут, они так стоят. Ну, вот такие дела мои хорошие. Еда только на вынос. Ну, что делать? Нельзя в Меге употреблять еду. Ладно, подождем. Смотрите, какой плакатик интересный. Улыбаемся глазами. Все наши сотрудники носят маски, делают как мы. Интересное дело. Кстати говоря, здесь сделали такую территорию, где можно перекусить. Ну-ка посмотрим. А, вот там вот под тентом даже сделали так, чтобы солнце не палило. Лавочки есть. И вот там люди у нас садятся на лавочках и перекусывают. Ну, там, где тень там занята, как обычно, а где солнце сидеть не хочется. Ладно, придумаем сейчас что-нибудь. Ну, вот и поели. Ну, вот здесь вот люди у нас кушают сейчас. Тут вроде какой-то тент, типа того, что тент вроде натянут, но не совсем полоска. Девочки, я сегодня в комментариях прочитала, что пишут, что Денни очень маленькое это кресло, что нужно кресло поменять. В общем, это кресло, оно на вырост идет. И здесь вот этот подголовник сейчас вот этот вот мы подняли. Теперь он даже выше. И вот эти лямки, как говорили, находятся там, где им положено и быть. Вот, так что все. Да, все нормально, все спокойно. Да, покажи. Вот. Подняли все, подлокотники, все дела. Все подняли. Все четко. Все. Пристегнула ты его, там он пристегивается, нормально все. Сейчас его не надо сейчас пристегать. Да. В общем, короче говоря, кресло нам по размеру нормально, просто мы его сейчас поднастроили. Вот здесь вот такая штучка, она поднималась. Да, она поднимается. Покажи эту штучку. Вот. Да, просто вот этот подголовник поднимается. Как пропустить, я теперь не знаю. И вместе с подголовником выше поднимаются вот эти ремни. И, в общем, на уровне, как плеч там положено, так оно сейчас все есть. Так, ну вот и все. Все, дыня пристегнут, все как положено. Ничего ему не маленькое. Ремешки там, где им положено быть. Все хорошо. Не переживайте, мои хорошие. Ну что, девочки мои хорошие. Я пришла домой. Доча с Деней пошли на площадочку поиграться. Деня, чтобы покатался на качельках. Вот. А я взяла вещи, зашла домой. Сейчас включила сплиты везде. Сейчас буду под сплитами балдеть. В общем, вот таким вот образом у нас сегодняшний день закончился. Я не знаю, дочка там куда-то еще сегодня поедет или нет. Но она если поедет, то поедет на такси. Мы с Деней уже будем дома. В общем, сейчас туда-сюда покушали там время-то уже полседьмого. И еще там 2-3 часа скоро уже и спать укладываться. Вот. В общем, находились, нагулялись. Я устала. Ножки болят. Все. Сейчас хочу уже отдыхать. И все. Мне уже не терпится, честно говоря, вот это видео смонтировать для того, чтобы посмотреть, как снимает мой телефон новый. Мне же очень интересно. И вам, наверное, тоже. Поэтому я хочу этот влог закончить. Завтра будет день. Завтра начнем следующий влог. А я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok